В эпопеи с падением буровой остановки на стройке ЛРТ появились новые детали. Из-за чего упала стрела комплекса и получил ли владелец машины компенсацию? Ответы на эти вопросы вы найдете в сюжете «Голоса народа». Давайте освежим память. 21 октября 2023 года стрела бурового комплекса, расположенного на стройке ЛРТ, упала на автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал. «Голос народа» через три дня после происшествия взял эксклюзивное интервью у обладателя авто. Им оказался житель рядом стоящего ЖК Мурат Байтана. Я его приобрел 2 октября. Буквально недавно был приобретен? Да, можно сказать, 20 дней назад. Могли бы подсказать, какая стоимость автомобиля? Стоимость автомобиля в салоне с допами, который мы со всеми, я его купил, обошлось где-то 9 миллионов 400-500 тысяч. Как рассказывал Мурат, за три дня ни полиция, ни подрядчики, занятые на объекте, с ним не связались. По версии СТС, в ситуации был виноват асфальт, точнее его обвал. Наша редакция уточняла у ведомства, как такое могло произойти и не подстерегает ли такая угроза надземное метро. Нам обещали назвать причину обвала после проверки. А в этот же день яму прикрыли брезентом, а потом и вовсе засыпали землей. Мы задавались вопросом, для чего же это было сделано? Неужели в целях обещанной экспертизы? Ответ на этот вопрос мы нашли спустя 4 месяца, когда снова обратились к транспортникам. На этот раз нам сказали, что в падении стрелы виноват оператор. Он вырыл яму, в которую сам и угодил. Отмечается, что он на объекте уже не работает. Помимо этого, в день случившегося в дочерней организации Акиматы утверждали, что машина стояла там, где ей не положено. Однако и это оказалось не так. По данным полиции, штраф владельцу авто так и не выписали. Соответственно, и нарушения не было. И, конечно, самый важный вопрос – возмещен ли ущерб? Согласно City Transport Systems, этот вопрос решен между генеральным подрядчиком и пострадавшим. Владелец машины информацию подтвердил, однако добавил частично. На данный момент ведется расследование по статье 354 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Редакция «Голоса народа» будет и дальше следить за этой историей.